Ситуация салматинских рынков, где, кстати, закупаются челночники из регионов, львиную долю которых занимает сегодня по-прежнему китайский ширпотреб, товары российского и кыргызского производства. Казахстанских товаров, как я поняла, на рынках нет. А что с ситуацией на рынке продуктов? Атамикен Бизнес побывал в столичном супермаркете и спросил, какова доля казахстанского содержания на прилавках? Если взять глобально весь магазин, то местное производство у нас превышает 50%. То есть, в первую очередь, все овощи местного производства. Понятно, что есть категории товара, такие как бананы, цитрусовые, они, понятно, все импортные, но основная массовая часть потребления, то есть яблоки, картофель, лук, морковь, то есть капуста в данном случае у нас вообще с поселка Кусши находятся непосредственно местно. Картофель, Павлодарский, лук с южных регионов Казахстана. А социально значимых можно сказать, что там более 80%, даже по 90% доходит где. То есть, собственно, основную долю это занимают овощи, а овощи все местные производства. Ну и как мы только что слышали, бизнесмены утверждают, что половина полок заполнены отечественными продуктами. Но на первый взгляд импортных товаров все-таки больше. И как бы не набило оскомину за последнее время выражение, что пандемия внесла свои коррективы, но это так и есть. И если очевидные минусы для экономики на поверхности, то положительные моменты надо искать. И одним из них могло стать вынужденное импортозамещение. Ведь потребителя еще надо приучить казахстанскому продукту. Поговорим об этом с Азаматом Мукушевым, директором по операционной деятельности столичной торговой сети. Добрый день, Азамат. Здравствуйте, Мадим. Но вот вы согласны, что 50% товаров в супермаркетах казахстанского производства? Да, 50-55%. В общей структуре продаж суммарно примерно 40-45% это импорт. 50-55% это казахстан. Я так понимаю, это разные понятия. То, что выставлено на прилавках и то, что в конечном итоге покупает потребитель. Что говорит сегодня выручка? Я знаю, что вот у вас есть возможность проследить по штрих-кодам. Что в итоге больше всего покупает покупатель все-таки казахстанского производства товара или импортного? Да, ну очевидно, покупают казахстанского, но есть продукты не казахстанского содержания. Мадим, если вы разрешите, это касательно казахстанского или не казахстанского, это следствие. Я думаю, вам, наверное, более интересно будет услышать в разрезе глобального импорта-экспорта. Разрешите? Ну вот, подождите, хоть вы и говорите, что вот в масштабах страновой экономики, вот мы сейчас, давайте все-таки добьем тему продуктов, закончим мысль про продовольствие, а после продолжим уже говорить масштабнее. Вот мы знаем, что сегодня россияне вполне обходятся без завозных продуктов. И на это хорошо повлияла ситуация с санкциями, когда, например, перестали завозить тот же самый импортный сыр. Во-первых, это подстегнуло местных производителей наладить производство. И покупатель понял, что отечественный сыр, в принципе, тоже не так уж и плох. Еще можно вовлечь производителей, чтобы подстегнуть производство. Вот как это сделать у нас в Казахстане? Ну, тут однозначно потребуется поддержка. Ну, надо понимать, что, допустим, в России это шло, там они вынуждены были это сделать, потому что на внутреннем рынке производителей таки отсутствовали вообще. У нас, как таковой поддержки на данный момент, нет. Но даже если предприниматели, действующие, захотят это сделать, это в любом случае будет процесс не на один год, там, это минимум, там, от трех до пяти лет на это потребуется. Но в данный момент местные производители получают большой, хороший карт-бланш. В чем он выражается? Из-за курса доллара. Всем известно, что импорт это, прежде всего, валюта. Валюта заходит на наш рынок. Цена становится менее конкурентной, скажем так, у импортного продукта. То есть вы хотите сказать, что в основном покупатель ориентируется все-таки на цену товара? Однозначно цена. Особенно сейчас, в условиях, когда большая часть населения, по сути, лишилась заработка, либо на каких-то минимальных зарплатах работает. Однозначно сейчас выбор идет в сторону цены. Азамат, а есть у вас какие-то приблизительные цифры? Сколько мы завозим продуктов, а сколько вывозим? Да, так и есть. Ну, чтобы понимание было, в общей структуре импорта доля продуктов питания потребляемых составляет всего 11%. То есть в этой цифре 2018 года доля импорта составила 3,6 миллиардов долларов. В 2019-м 3,9 миллиардов долларов. А такой прочентаж, он из года в год или что-то меняется? Печально, что если соотносить 2019-2018 году, импорт вырос с 33,6 миллиардов до 38,5 миллиардов. То есть на 4,7 миллиарда долларов. То есть с каждым годом мы все больше и больше завозим импортных продуктов? Становимся, да, более импортозависимы. К сожалению. А что тогда с экспортом? Ну, чтобы понять, по итогам 2019 года экспорт составил 57,7 миллиардов долларов. Ну, это обычно цифры, которыми отчитываются наши чиновники. Но если из этих 57,7 миллиардов долларов отминусовать экспорт, нефтегазовый экспорт, ну, мы понимаем, что львиную долю, то остается всего 15,6 миллиардов долларов. Если соотнести вот это оставшееся 15,6 миллиардов долларов с импортом, тоже без нефти и газа, 36 миллиардов долларов, выйдет, что уровень реальной импортозависимости на сегодняшний день, и это официальные цифры, статистика, составляет 56%. И это не говоря о том, что настоящие цифры в разы выше, потому что даже те же самые товары местного производства, они, как правило, производятся на китайском, российском, либо европейском импортном оборудовании. Азамат, хорошо. Если продовольствие в импорте не такая существенная, то что занимает большую долю? Можете сказать? Ну, если брать тезисно, я бы хотел два момента обозначить. Первый момент – это глобальное импортозамещение. Второй момент – это продовольственное импортозамещение. Это более точечное. Ну, давайте вот на ваш вопрос отвечу. От общего частного цифры, как и факты, штука упрямая. Самый большой уровень импортозависимости у нас составляет, это, я сейчас говорю, цифры 2019 года, составляет 16,9 миллиардов долларов, что в процентном соотношении 44%. Мы импортируем автомобили, оборудование и бытовую технику. Следующий по стадии идет продукция химической промышленности, в том числе фармацевтика – это 5,4 миллиарда долларов, процентом 14%. И следующие металлые изделия из них – 4,5 миллиарда долларов. То есть это все высокотехнологичные производства? Ну, практически. И вот то, что я вам перечислил, три вот эти отрасли крупные составляют 26,8 миллиардов долларов, что составляет 70% в структуре нашего импорта. То есть вы говорите, что мы сегодня больше завозим, чем вывозим, и это говорит, конечно же, еще, кстати, об утечке валюты из страны, о чем как раз говорил президент Тукаев в послании, что надо заводить все-таки валюту в страну. Так, чтобы уравновесить ситуацию, акцент нужно сделать сегодня, вот, по вашим словам, на машиностроении. Но вот как раз, насколько мы все понимаем, в стране большая проблема с этой отраслью. У нас идет только сборка, высокотехнологичное производство не налажено. И какие перспективы в этом направлении? Лично для меня я стараюсь упрощать все. То, что мы можем производить, нам это надо локализовать. Не локализовать, а надо создавать фабрики, производить, и уже нужно перейти от слов к делу. Ну, например, у нас там 98% хлопка, по-моему, уходит на импорт. И этот же хлопок, уже в виде готового изделия, с той же самой Турцией, приходит в 10 раз дороже. Даже далеко ходить и надо. Мы импортируем изделия из металла, вот я вам только что сказал, 12%. То же самое алюминия, вот просто взять алюминия, а из этого же алюминия можно сделать готовую продукцию. Кастрюли те же самые, у хозяек они в ходу. Да, абсолютно так. Ну, если пойти еще там дальше, та же самая химическая промышленность, более 12%, извиняюсь, 14%. Можно там те же самые упаковочные материалы, которые наши производители сейчас, в своем большинстве, закупают из-за границы, также производить внутри страны. То есть, те отрасли, которые у нас, скажем так, в виде полуфабриката за границу, нужно создавать продукт с добавленной стоимостью. То есть, мало того, что рабочие места, это дополнительные налоги, потому что после производства производителем этот продукт будет еще реализоваться на конечной торговой точке, и за него повторно будет налог оплачиваться. Ну вот, кстати, тем обиднее сегодня. Сегодня я открыла интернет, готовясь к этому интервью. Россия, которая сегодня, как известно, находится под тройными санкциями, как раз активно развивает именно технологичные производства. Вот открыла интернет и читаю. Сейчас процитирую. Начали работу большинство предприятий индустрии. Свершилось. Есть 200-й авиалайнер «Суперджет». Специалисты «Ангстрема» освоили производство изделий силовой электроники. Новосибирский завод ради деталей ввело в эксплуатацию производственную линию для выпуска резисторов. Холдинг «Росэлектроника» разработал первые отечественные СВЧ-генераторы. И в полном объеме это позволит обеспечить импортозамещение данного вида продукции. И правительство России в 2020 году направит на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности 15 миллиардов рублей. В 2021-м еще больше. Ну вот читать это, как бы, это и стимул для Казахстана, чтобы понимать, что в данной ситуации мы не должны упустить возможность и как-то догонять наших соседей. Все возможности мы для этого, кстати, имеем. Вот что вы скажете по этому поводу? Надо ориентироваться на соседей или у Казахстана совсем другие возможности? Мадина, очевидно, что уровень, скажем так, исследовательского потенциала у нас, брать тоже самое Российской Федерации, разный. Продолжая предыдущий диалог, то есть все, что мы можем произвести здесь, то есть не вывезти полуфабрикаты на экспорт, а из того же самого алюминия делать посуду, из того же самого меди делать кабеля, то есть создавать продукт с добавленной стоимостью. Это первое. Второе. То, что мы не можем производить, с силу того, что мы понимаем, что есть глобальные фармацевтические компании, которые по всему миру, есть бытовая техника, то же самое международно признанная, и мы понимаем, что... Но, слава богу, фарминдустрия у нас развивается, по крайней мере, вчера мы буквально слышали, что, кажется, три завода будут запускать на стране. Да, я тоже слышал, что в Шенкенте... Да, вот я то, о чем я говорю, что то, что мы не можем сделать, допустим, мы можем создать там фабрику по пошиву одежды, это в наших руках. Хлопок выращиваем, делаем одежду, продаем ткань, продаем готовую продукцию. То, что мы не можем сделать, нужно локализовать и создать нужную... Ну, когда-то в Петропавловске в советские времена стоял большой машиностроительный завод. Вот, вот. И то, что мы не можем сделать сами, надо создать такие налоговые преференции, льготы, условия, чтобы международные производители пришли и стали производить внутри страны. Ну, и третий, это тоже очевидный факт, это, в принципе, у нас занимается этим правительство, насколько я знаю, мы в основном это в агропромышленной отрасли, земновые, поддержка именно экспортного потенциала в нашей стране. Потому что... Да, вывод сегодня один. Если мы не воспользуемся пандемией и ситуацией сегодня, то так и останемся сырьевым придатком. Важно не только добывать, но и перерабатывать, и производить. Спасибо большое, Азамат, за беседу. Спасибо вам.